С 1 октября острова Южной Флориды откроют для туристов. Первый и пока единственный круизный лайнер, который причалил Кевесту в первые за последние две недели, наконец-то оживил побережье. С тех пор, как пронеслась разрушительная Ирма, турист здесь – большая редкость. С последствиями урагана, который снес до основания четвертую часть всех строений, здесь будут бороться еще долго. Восстанавливать придется не только дома, но и рухнувшую экономику. Один из самых популярных туристических районов Флориды ежегодно приносил солнечному штату больше 2,5 миллиардов долларов. Но теперь туристические доходы на дне. Загрязнение воды заставило возмущенных жителей коттеджного поселка в городе Мирамар устроить небольшую демонстрацию на берегу ближайшего водного канала, который прилегает к их домам. Залогонный водоем появился здесь после того, как ураганом были повреждены очистительные сооружения. И вот уже две недели в каналы Мирамара сливается содержимое канализационных труб. На прошлой неделе местные жители получили листовки. Якобы с санитарными пробами воды проблем нет. Но тех, кто здесь живет, не обманешь. Запах чувствуется за несколько километров вокруг. Жильцы провели свою независимую экспертизу. Оказалось, что содержание опасных бактерий и микробов в этом канале настолько высокое, что в ней не то что купаться. Рядом стоять даже нельзя. Сирены пожарных машин разбудили сегодня рано утром жители курортного Майами-Бич. Один из продуктовых магазинов на центральной улице Вашингтона охватил огонь. Сразу дюжина пожарных расчетов. Несколько часов тушил этот пожар. В чем причина пожара? Замыкание проводки, поджог или страховка? Пока неизвестно. К счастью, никто не пострадал. Но не только в курортном Майами сегодня было тяжелое утро. Перестрелка на юге Майами возле школы Корал Риф. Пока дети еще только собирались на уроки. Возле школы кто-то пытался застрелить молодую пару в машине Елену и Рамонда. Возможно, это даже шекспировский сюжет. Влюбленных доставили в ближайший госпиталь. Врачи надеются их спасти. Усиленные отряды полиции оцепили школу. Возможно, полицейские решили, что стрелявший скрылся где-то в классах. Но оцепление через несколько часов сняли. Стрелявшего не нашли. Можно предположить, что преступник, как это часто бывает, плохо. Учился в школе. В ее сторону вряд ли бы побежал. Чуть позже полиция начала спецоперацию в соседнем квартале. Арестовали другую пару, у которых влюбленные снимали жилье. Пока, как в настоящем латиноамериканском сериале, все запутано и до сих пор непонятно, кто и почему стрелял. С воздушным сообщением в Пуарто-Рико большие проблемы. Недавно здесь прогулялась Мария. Разрушительный ураган. Посмотрите, как выглядит сейчас эта взлетно-посадочная полоса. Большие разрушения в пассажирском и грузовых терминалах. Свет поддерживается аварийными генераторами и еле горит. Радары и все электрооборудование аэропорта вышли из строя. 10 самолетов в день – это максимум, который главная воздушная гавань Пуарто-Рико может сейчас принять. Власти страны надеются на этой неделе возобновить международные рейсы. Эти воздушные ворота как никогда необходимы сейчас людям. Ведь через них идет помощь несчастным жителям острова, которые пережили два разрушительных урагана в одном месяце в сентябре. Редактор субтитров А.Семкин